Новый фильм о Билле и Теде превосходный или жуткий? Оказывается, и того, и другого понемногу. Вот 5 плюсов и минусов Билла и Теда. Билл и Тед 3 начинается со свадьбы бывшей мачехи Билла и Теда, Мисси, которая выходит замуж за младшего брата Теда, Дикона. Произнеся странную, но искреннюю свадебную речь, Билл и Тед почтили память счастливой пары, сыграв музыку для их первого танца. Это была мировая премьера первых трех частей песни Далее следует причудливо веселая мешанина из горлового пения, волынки, трубы и неизвестно чего ещё. Пока Мисси и Дикон тщетно пытаются танцевать под странные звуки, которые производят Билл и Тед, становится ясно, насколько отчаянно они пытались придумать песню, про которую говорил Руфус, говоря об их предназначении. Это забавное, повторное знакомство с Биллом и Тедом показывает, что они – все те же милые придурки из первых двух фильмов, а также является демонстрацией того, как на них повлияли прошедшие 25 лет. И пускай мы рады, что жены Билла и Теда – принцессы Джоанна и Элизабет – получили немного больше времени, чем в предыдущих двух фильмах, их второстепенный сюжет оказывается одним из наиболее слабых звеньев фильма. В начале их, гораздо более взрослые «я», прибывают на собственной машине времени, чтобы взять своих молодых версий и найти реальность, в которой они счастливы с Биллом и Тедом. Но в конечном итоге принцессы понимают, что счастливее всего они в настоящем, поэтому возникает вопрос, зачем пожилые принцессы вообще решили вмешаться? Даже если будущие принцессы действительно отправились в прошлое, чтобы спасти свои браки, это не имеет смысла, потому что мы узнаем настоящую причину, по которой Джоанна и Элизабет обратились к семейному терапевту. Не из-за того, что, как сначала подразумевается, они разочарованы зависимостью своих мужей друг от друга. На самом деле это потому, что они беспокоятся о своем эмоциональном самочувствии после 25 лет тщетных попыток написать песню, спасшую мир. Так что, похоже, их браки изначально не были в беде, и идея бросить мужей приходила им в голову только тогда, когда появлялись их будущие «я». Не особо логично, не так ли? В конце новых приключений Билла и Теда мы познакомились с младенцами Маленький Билл и Маленький Тед. В третьей части мы узнаем, что дети на самом деле были дочерьми Билла и Теда – Теа Теодора Престон и Билли Э. С. Логан, и что они выросли и стали самыми большими фанатами своих отцов. Увидев, как их отцы исчезают в будущем, Билли и Тея отправились в собственное невероятное приключение, пытаясь собрать величайшую группу, которую когда-либо видел мир, чтобы помочь своим отцам исполнить их песню. – Я чувствую себя так плохо. Они делали это самостоятельно за долгое время. – Да, я надеюсь, что мы могли бы помогать им, понимаете? – Да. Но самый большой вклад Билли и Теи в фильме – это сами актрисы – Бригитт Ланди Пейн и Самара Уивинг, которые копируют ту же буйную энергию, которую Киан Ривз и Алекс Уинтер внесли в оригинальный фильм. Тем не менее, Билли и Тея также не являются точными копиями своих отцов, о чем свидетельствует их более вдумчивый подход к решению проблем и удивительно продвинутое понимание временной динамики. Они являются неплохим дополнением к миру Билли и Теда, и было бы прикольно однажды увидеть невероятное приключение Билли и Теи. От невероятных приключений до третьей части Биллу и Теду всегда удавалось оставаться такими же добродушными, добрыми и любящими музыку болванами, которых мы впервые встретили в подростковом возрасте. Тем не менее, в Билли и Тедди 3, когда герои решают отправиться в будущее, чтобы увидеть, смогут ли они взять свою объединяющую мир песню «У своих будущих я», почти все их версии – какие-то козлы. Они начинают с путешествия в 2022 год, где видят себя ожесточенными, обиженными людьми, которых бросили жены и которые живут в фургоне. Их следующая остановка – 2025-й, где они тусуются в особняке Дэйва Гролла, пытаясь выдать одну из песен фронтменов у Файтерс за свою собственную. Билл и Тед из 2025 года даже решают убить самих себя в прошлом, но это приведет к их собственному разрушению. Затем мы видим 2030 год, где они уже находятся в тюрьме и полны решимости поменяться местами со своими копиями из 2020 года. Не только не имеет смысла то, что ни один из этих Биллов и Тедов не помнит об их концерте, который спас вселенную в 2020 году. К тому же их поведение категорически далеко от той пары, которую мы знаем и любим. Большинство участников группы Билла и Теда, выступающих в конце фильма, были тщательно курированы их дочерьми, но Кит Кадди был подарком самой вселенной. В начале фильма мы узнаем, что ткань пространства и времени распадаются, и люди исчезают из своего времени и переносятся в совершенно другие времена и места. Именно так Кит Кадди попадает в Сан-Димас, как раз в тот момент, когда Билли и Тея вернулись домой со своей недавно собранной группой. Кит Кадди – не только забавное дополнение к группе. Он еще привносит в игру гораздо больше, чем рэп и музыку. Оказывается, эта версия Кида Кадди одержима квантовой физикой, и как только Билли и Тея объясняют ему, что происходит со вселенной, он мгновенно понимает, что к чему. На протяжении остальной части фильма Кит Кадди выступает в качестве эксперта по путешествиям во времени, с которым группа консультируется, когда сталкивается с особенно сложной квантовой головоломкой. Приятно иметь члена группы, который говорит о путешествиях во времени более академично, чем мы привыкли видеть в фильмах про Билла и Теда, даже если другие персонажи его редко понимают. Великий лидер имеет совсем другой взгляд на историю, нежели её покойный муж, Руфус, и вместо попыток помочь Биллу и Теду она конструирует робота-убийцу. Робот получил имя Деннис Калеб Маккой в честь бывшего дочери своего создателя, и он перескакивает по временной ветке в попытке уничтожить свои цели. В конце концов, ему это удается, убивая себя в процессе, и в итоге он отправляет всех троих в ад ради переговоров со смертью. С тех пор Деннис – просто странный спутник, который ведет себя скорее как потерянный ребенок, нежели как робот-убийца. В целом, его включение очевидно создано ради смеха, но вместо этого оно приводит к тому, что фильм затягивается, потому что Деннис не может соответствовать высокой энергии и забавной комедии других персонажей. Даже его танец в конце кажется скучным и оторванным от фильма, что прискорбно, потому что все остальное в финальном концерте складывается как надо. Проведя большую часть трех фильмов под впечатлением, что судьба мира целиком лежит на их собственных плечах, Билл и Тед осознают в кульминации сюжета, что именно их дочери, а не они сами, должны спасти вселенную. Это все еще соответствует тому, что Руфус сказал им в первом фильме, когда объяснил, почему должен был присматривать за тем, чтобы Билл и Тед не были разлучены. – Ты видишь, в конце концов твоя музыка будет помогать закрывать войну и погреб. Они будут влечить планеты и привести их в универсальную гармонию. Оказывается, Биллу и Теду нужно было оставаться вместе, чтобы Билли и Тея могли расти бок о бок, слушая музыку и истории своих отцов о путешествиях во времени. Имеет ли это смысл в контексте того, что нам показали раньше? Ну, нет, но это обычное дело для фильмов о Билле и Теде. Кроме того, это работает не потому, что это замысловатый сюжетный поворот, а потому, что он показывает рост персонажей Билла и Теда. Они начали франшизу, желая величия для себя, но заканчивают её, показывая, что готовы оставить позади всеобщее внимание, не задумываясь, и передать его своим детям для всеобщего блага. Если задуматься, план великого лидера выглядит весьма нелепым. Она говорит своей дочери Келли, что считает, что смерть Билла и Теда откроет события, которые приведут к их утопическому будущему и восстановят вселенную, а не песня, которую они исполнят. Но это совершенно не совпадает с тем, что нам говорили в первом фильме, или даже с построением мира третьей части. Великий лидер уже знает точную дату и время концерта, который восстановит вселенную и приведет к их обществу, но почему-то считает, что предотвратить концерт, убив Билла и Теда – это лучший вариант. Нет никаких доказательств, которые подтверждали бы её веру, и в попытке предотвратить события, которые уже произошли ранее в её собственной временной ветке, она вообще-то создает катастрофу. Может быть, если бы её будущее было катастрофой, было бы логично с её стороны попробовать его предотвратить. Но в нынешнем виде нет смысла пытаться остановить события, которые создают её нынешнюю утопию. По правде говоря, невероятные приключения Билла и Теда создают невозможный элемент для продолжения. В первом фильме говорится, что однажды в будущем Билл и Тед напишут песню, которая принесет всеобщий мир и гармонию. Но эта предпосылка рушится на глазах, когда нужно показать саму песню в третьем фильме. Музыка субъективна, а это означает, что нет песни, которую можно было бы написать для абсолютно каждого человека в мире, чтобы она спасла мир. Тем не менее, весь сюжет третьей части основан на исполнении Биллом и Тедом такой песни к хансу фильма. Решение этой проблемы оказывается на удивление простым и элегантным. Дело не в самой песне, а в том, что все человечество объединяется во времени и пространстве, чтобы вместе создавать музыку. Одной из главных тем трилогии Билла и Теда всегда было то, что друзья и незнакомцы работают вместе для достижения великих дел. Так что, даже если песня сама по себе не особо крута, это не обязательно плохо, потому что, как объясняют Билле и Теда в конце фильма, смысл был не столько в самой песне, сколько в том, что все её сыграли вместе. Фильмы про Билла и Теда всегда шли в такт собственной логике, но рассуждения третьей части кажутся немного бессмысленными даже по стандартам Билла и Теда. Во-первых, возникает вопрос, почему никто из будущих Биллов и Тедов, судя по всему, вообще не знал о концерте 2020 года? Причем Билл и Тед из 1967 года все знали и помнили, как совершили путешествие во времени, которое мы видим в фильме. Об этом говорит то, что Билл и Тед из 2025 года смогли разработать тщательно продуманный план, чтобы попытаться обмануть самих себя из прошлого. Есть также вопрос, почему Руфус прекрасно знал, как именно и когда Билл и Тед спасут мир, но при этом никто другой в будущем не знал этого. Великий лидер, казалось, не знал, как прошел концерт, кто его исполнил и как звучала песня. Все, что у нее было – это информация Руфуса, несмотря на то, что у нее были технологии, позволяющие держать все время и пространство под рукой. Кроме того, как вообще существует такое будущее, если их реальность рухнет сама на себя в 2020 году без вмешательства чуваков из будущего? Все это складывается в сюжет о путешествии во времени, который отражает странность первой части, но лишен внутренней сплоченности. Если бы третья часть хотела поиграть с кучей альтернативных реальностей, это было бы значительно круче. Но на самом деле это не работает, потому что сюжет сосредоточен на поддержании реальности, которая уже существует. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!